Ну, а Шойгу, тем временем, Шойгу взял Маринку, чтобы не сомневались. Шойгу взял и взял Маринку. Значит, пошел он к Путину и отчитался, что говорит, Маринка наш, Маринка взят. У меня вчера в одном из интервью спросили, а зачем Шойгу, почему сейчас вдруг ни с того ни с сего Маринку решил взять. Вот взял и взял. Я говорю, ну как, годовой отчет, наверное. Это было же 25 декабря, надо же было отчитаться. И он хотел как бы оставить хорошее впечатление на конец года у Путина, что вот, смотрите, я Маринку взял. А мы ему впечатление смазали. Сегодня он докладывал Путину, что мы сожгли и утопили Новочеркасск. Видимо, Ново сожгли, а Черкасск утопили. Ну как, мы же половину сожгли, половину утопили. Так что не удалось Шойгу оставить хорошее впечатление об уходящем годе, вернее, о себе в уходящем годе, в глазах товарища Путина. Вот, ну на самом деле, конечно, как сказал спикер ВСУ полковник Штупун, бои за Маринку продолжаются. Наши военные находятся в административных границах Маринки. Город полностью уничтожен, но говорить о полном захвате Маринки некорректно. Я думаю, что вы видели, что происходит с Маринкой. Маринка полностью стерта с лица земли. Но теперь утешительная для нас новость. Для тех, кто поверил Шойгу. То есть для тех, кто поверил Шойгу и собирается впасть в панику. Сообщаю, население Маринки до войны составляло 8 тысяч человек. 8. 8. 8. Очень. 8. 8 тысяч человек населения Маринки. Это в любом случае тяжело, что 8 тысяч населения Маринки. Я, кстати, встречал девушку из Маринки, вот в автобусе ехал. И 8 тысяч. Давайте посчитаем. Значит, армия России, напомню, что город Бахмут был взят не армией России, а ЧВК Вагнер. Правильно? ЧВК Вагнер больше нет. Нихт Найн уничтожено. Ликвидировано, самоликвидировалось, сам подорвалось, самодемонтирализовалось. Но осталась армия России. Если предположить, что армия России действительно смогла таки в этом году взять Маринку, то есть город с населением 8 тысяч человек, то чтобы взять Украину, осталось еще, значит, тысяча, это уже было 8 миллионов, еще 5 тысяч. Ну, где-то нет, 4 тысячи лет. Где-то за 4 тысячи лет россияне возьмут. Ну, смотрите, они не теряют темп. Помните, в прошлом году я постоянно подсчитывал, еще в прошлом году было, когда они там что-то атаковали, захватывали, Север-Донецк, я подсчитывал, сколько нужно россиянам, чтобы захватить всю Украину, когда они взяли Север-Донецк или Сечанский. Я тогда был подсчет, я тогда сказал, 400 лет. А сейчас уже 4 тысячи. То есть за год скорость наступления российского снизилась 10 раз из-за того, что у них исчез ЧВК Вагнер. То есть еще 4 тысячи лет и все как бы. Ну, правда, вся известная история человечества более-менее задокументирована, это все 4 тысячи лет. Чтобы вы понимали, 4 тысячи лет это древний Египет 4 тысячи лет назад. Еще даже евреев не было 4 тысячи лет назад. Ну, вот, глядишь, еще 4 тысячи лет и у Шойгу все получится. Он придет к Путину, который как раз, у него будет какой срок? Значит, 4 тысячи лет делим на 6. 6. Это, грубо говоря, 685-й срок Путина будет. Путин пойдет на 685-й срок избираться. И Шойгу доложит, что все, Украин взят. Фух, от серьезных новостей к чуть более легким, что ли. Две, как сказать, две реплики от двух россиян. Зачитываю вам, просто зачитываю. Реплика первая. За меня не переживайте, у меня все хорошо. Реплика вторая. Я жив, я буду жить, я даже и даже не надейтесь. Похожие реплики, но не похожие люди. Первая реплика. За меня не переживайте, у меня все хорошо. Это Алексей Навальный. Ну и нормальная, в общем, человеческая реплика. За меня не переживайте, у меня все хорошо. Привезли меня в субботу вечером. А везли с такими предосторожностями по такому странному маршруту. что Владимир, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Воркута, Харм, врачи, можно в города играть маршрутом Алексея Навального, что я и не рассчитывал, что меня есть кто-то найдет до середины дворя. А вторая реплика «Я жив, я буду жить, и даже не найдетесь» это Антон Красовский, российский пропагандист, который предлагал топить украинских детей, за что был даже уволен из рассадника вот этого, из рассадника садизма «Russia Today», за то, что предлагал топить украинских детей. Он вот из больницы вышел на такую связь, я их всех переживу, и мы с вами их всех переживем, нет абсолютно никакого сомнения, победа будет за нами, и жизнь будет за нами, целую, сообщил Антон Красовский. А дальше всплыли новые интересные подробности, причем не про Навального, про Навального подробности не всплывало, а про Красовского – да. Значит, вот эта победа будет за нами, я их всех переживу, нет абсолютно никакого сомнения. Это он про кого говорил-то, кого он переживет, и над кем победа будет за нами, стало неясно, после того, как выяснилось, что в квартире, откуда его эвакуировали, нашли мертвого его сожителя. То есть там был его сожитель. Сожитель умер, а Красовский выжил. Вот. То есть предположительно, скорее всего, в таких ситуациях, как выясняется, вместе что-то съели, или укололись чем-то вместе, или пыхнули, и один умер от передоза, а второй передознулся, но остался жив. Ну, некачественные, как правило, вещества. И вот над чем у него будет победа, и кого он, собственно, переживет в таких ситуациях. Всех своих сожителей переживет. Я обращаюсь к следующему сожителю Красовскому, так как прошлый сожитель уже не вернется к нему, он сейчас будет искать себе нового сожителя. Вы там осторожнее, когда будете искать, потому что он собирается вас пережить. Он уже сказал, я их всех переживу, всех сожителей. Вот. И победа за ним будет. То есть это, видимо, у него такая победа. Ну, а за то, что Алексей Навальный оказался жив, в общем, я, честно говоря, рад, потому что все-таки это достаточно мужественный человек, достаточно мужественный человек, который ведет борьбу, как может, с российским режимом, как может, сопротивляется до конца. Это то, что некоторые у нас требуют от всех россиян. Ну, смотрите, ну вот, Навальный это делает. И, кстати, депутат Горюнов есть такой еще в России, который тоже прямо на собрании законодательного выступил против войны. Тоже был посажен, где-то 7, 8, 9, не помню, тоже вчера был обнаружен. То есть они исчезли вместе и нашлись тоже вместе. Но не так, как Красовский со своим сожителем, они совершенно в разных, были обнаружены в зонах. И, как бы вам сказать, я вот думаю, что их прятали-то. Мне кажется, что прятали их на время выдвижения кандидатов в президенты России, на вот этих псевдовыборах, которые состоятся у них в ближайшее время. Я думаю, на это время прятали. Чтобы что-то не вышло. А то вдруг что скажет. Вдруг Навальный что-нибудь посоветует. Вдруг Навальный посоветовал бы что-нибудь этой кандидатши, Господи, Екатерине Дунцовой. Вдруг бы он дал хороший совет, полезный. Вдруг бы он, не дай бог, из тюрьмы, если бы он имел возможность разговаривать, успел бы что-нибудь высказать в адрес Явлинского, кремлевского такого человека, который там отказался выдвигать Дунцова от партии Яблоко. Мало ли что могло выйти. Поэтому на всякий случай начальство решило попридержать и попрятать их, пока не выгоднались депутаты. Ну а новый розыск в России. В розыск объявлен Олег Куваев, это автор Масяни, и Дмитрий Гудков, тоже российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы. Вот, как сказать. Ну, наверное, солидарность выражаю с ними в данной ситуации, потому что все равно людям это неприятно, когда их объявляют в розыск. Ну, например, это означает, что они не могут ехать в дружественной России страны. Такие люди, как Олег Куваев, Дмитрий Гудков, какие-то Казахстаны и так далее, Кыргызстаны, и не знаю, что случится. Ну, в случае с Олегом Куваевым, кстати, странно, потому что ведь объявили их в розыск за высказывания, там, порочащие российскую армию, или что-то такое, или фейки, и так далее. Но Куваев-то ничего не говорил, говорил о Масяне. Масяня говорила, это Масяню нужно было в розыск объявить и под белые ручники нарисовать ее в тюрьме. Нет, если вы такие талантливые там в России, нарисуйте Масяню на зоне, нарисуйте, как она едет этапом, вот по всему этому маршруту Владимир-Москва-Челябинск-Екатеринбург-Киев-Оркута-Харм. Ну, нарисуйте Масяню на зоне, и мы посмотрим, и я уверен, что Масяня даже на зоне разберется, чтобы вы там не рисовали. А что это Вы Куваеву? Он вам ничего не говорил, это говорило Масяне. А докажите, как говорит Путин. Нет, а вы докажите. Вы где доказательство, что это Вы Куваеву, говорили, а не Масяня? Опять надо возвращаться к войне, только уже к другой. В Израиле хорошая новость пришла. Израильская армия не только туннели в Газе взрывает и затапливает морской водой, но и в Сирии, и в Ливане тоже ведет свою подрывную деятельность. И вот вчера в пригороде Дамаска был ликвидирован старший советник корпуса стражей исламской революции в Сирии Риза Мусави. Вот, значит, что такое корпус стражей исламской революции? Это иранцы. Иранская такая альтернативная армия. Ну, как вот Росгвардия есть в России, так у них корпус стражей исламской революции в Иране. И они, значит, иранцы сделали такой филиал в Сирии корпуса стражей исламской революции. И вот его начальник – это вот этот Риза Мусави, которого убили израильтяне вчера. Каким-то образом. Не знаю, каким, кстати. Ну, каким-то образом. Но что ценно, что ценно в этой всей новости, для нас, для Украины в том числе, в том, что Риза Мусави отвечал за поставки вооружения с сателлитом Ирана в Сирии и главному региональному подрядчику Хизбалев Ливанин. Подполковник Мусави считался ветераном-советником корпуса стражей исламской революции в Сирии и прожил там 30 лет. А также отвечал за перевод денежных средств в Сирию и зарплат боевикам Хизбаллы. А вот здесь, я думаю, наши путедорожки могли бы с Мусави и пересечься. То есть, через Сирию же получают россияне из Ирана, в том числе через Сирию получают беспилотники. Помните, когда израильская армия уничтожила груз беспилотников иранских, который шел на Россию через аэропорт Дамаска? И мы на какое-то время остались без обстрелов, как говорится. Нас лишили обстрелов. Ну, в смысле, нас не обстреливали. Мы сейчас и так можем лишиться обстрелов, если выяснится, что правда в Черкасске привезли шахеды. И дальше что произойдет? Правильно, нечем нас будет россиянам обстреливать. Но вот смерть Мусави тоже может нам немножко поспокойнее сделать в нашу жизнь. Ну что, как и обещал, символизм слова «Новочеркасск». Символизм слова «Новочеркасск». Я когда услышал название «Новочеркасск», почему мое сегодняшнее видео называется «Новочеркасский расстрел»? Потому что слово «Новочеркасск», конечно, у меня с юности моей ассоциируется с расстрелом рабочих в Новочеркасске. Это город Ростовской области. В 1962 году при Хрущеве там поднялся бунт рабочих. Бунт. Рабочих Новочеркасского электровагоностроительного завода имени Буденова. И потом другие горожане тоже к этому бунту присоединились. Бунт был этот связан с повышением цен. Об этих событиях написано огромное количество книг. И это один из немногих таких ярких бунтов в СССР. Наверное, после Новочеркасского расстрела уже следующим событием были, ну, наверное, события в Тбилиси, когда советские военные убили много грузин. Или, возможно, аналогичные события. Ну, потом уже был Вильнюс. Ну, сначала, наверное, в Тбилиси. Вот. А Новочеркасск последние, не знаю, первое после Сталинское, что ли, восстание в России. Не в России, конечно, в Советском Союзе. О нем фильм снят этого Андрона Михалкова-Кончаловского. Он, по-моему, так и называется Новочеркасск, если я не ошибаюсь. Ну, вот восстание в связи с поднятием цен. Новочеркасск. И там расстрел. А сейчас наоборот. Все в обратном порядке. Мы расстреляли Новочеркасск. Это мы. И не начнется ли в России бунт в связи с ростом цен? Вот в чем вопрос. А цены-то растут и, похоже, продолжают расти достаточно активно. Рассказываю. Вот вчера докладывал я вам о том, что цены на яйца в России на самом деле всего лишь сравнялись с ценами в Украине, а никак не выше. Но эта проблема, похоже, и занята сейчас вся Россия. Значит, ну, понятно, сын Патрушева занимается исключительно яйцами, и ему, собственно, прилетело за то, что это он добился роста цен на яйца. Он министр сельского хозяйства. Дальше за это взялась Набиулина, председатель Национального банка. За яйца снова схватилась, что надо снова цены на яйца как-то снижать. Ну и, наконец, Путин. Сначала Путину прилетело за яйца, и он извинялся за собственные яйца. Помните, да? Извиняюсь, что у меня такие большие яйца. Большие цены на яйца. Это он сказал прямо во время прямой линии. А вчера к Путина приехал Лукашенко. И вот эти два упыря, которые вообще-то могли бы разговаривать о том, как нам усилить меры по ликвидации Украины, по уничтожению украинского народа, по геноциду. Нет. Они обсуждали яйца. Лукашенко стал хвастаться, что у него огромное производство яиц, ну и других там каких-то продуктовых товаров. У него это в захваченной Беларуси. А Путин сказал, дайте нам немножечко, хотя бы на полшишечки. Нет, про шишечку он не говорил. Правда? Просто сказал, дайте нам немножко. В смысле про яйца. Серьезно. То есть теперь Путин, президент великой, сука, державы, как он рассказывает. Он называет себя президентом великой державы. Серьезно я прям. Лидер великих держав. Это он про себя. Значит, президент вот этой в кавычках великой державы просит яйца у Лукашенко. Просит яйца у Лукашенко. А ничего не узнаете? Не вспоминаете статью из Wall Street Journal с прошлого четверга? А я вам напомню. Прошлый четверг вышла статья про Паврушева в Wall Street Journal о том, как он убивал Пригожина, главу ЧВК Вагнера. И там в этой статье было черным по белому сказано в Wall Street Journal, что Патрушев на время, что Путин сбежал из Москвы, когда испугался восстания Вагнера, что Патрушев типа взял на себя некое руководство Российской Федерации, но тоже не знал, что делать, не знал, как спасаться. Поэтому звонил в Казахстан и в Беларусь и в конце смог добиться того, что уговорит Лукашенко помочь. И Лукашенко помог и спас Россию, и спас путинский режим уговорив Пригожина значит не идти на Москву до конца. То есть, когда россияне спасались от Пригожина, им понадобились яйца Лукашенко. А без яиц Лукашенко спастись от Пригожина было невозможно, потому что своих нету. Своих нету. Схватил Мишустина под мышку и убежал Путин из Кремля. Вот. А сейчас снова понадобились яйца Лукашенко. Обрушилась экономика и снова нужны яйца Лукашенко. Второй раз. Так кто от кого зависит? Кто кем командует? Кто здесь главный в этой паре? Кто доминант, кто рецессив, как говорится, или как там это называется в этих садомазы играх Путина с Лукашенко? Кто в этих 50 оттенках серого мистер Грей? И вы поняли кто, да? А кто несчастная, не помню как ее зовут, напишите мне в комментариях, чтобы я вспомнил. Но это девочка, да? Забыл уже как звали. Это бы про Путина сейчас. Вот так мистер Грей Лукашенко снова применит свои яйца, чтобы спасти Путина. Мне кажется, что это прямо из сказки. Смерть Кощеева в яйце, только яйцо не в утке, а в Лукашенко. Поэтому снова понадобились яйца Лукашенко Путина для спасения. Ну и последнее. Пока вы ставите лайки, пока вы подписываетесь, кто еще не подписался на канал Штельман, пока вы досматриваете Штельман за сегодня, он 26 декабря. Последняя новость, наверное, заслуживающая на сегодня внимания. Просто сегодня все затмило. Честно говоря, я сегодня каких-то галочей даже не разыскивал, потому что для меня все затмило Новочеркасск. Это наша большая военная победа. Этот подарок, который на вооруженные силы Украины сделали на Рождество и на Новый Год сразу. Я считаю, что нам на два праздника одного хватит. Потому что половина утонула, половина сгорела. Давайте считать, что половина нам на Рождество, половина на Новый Год. Хотя, может быть, мы еще до Нового Года... Может же быть. Может же быть, что до Нового Года я наберу еще 2000 подписчиков, у меня останет 320 тысяч. Может же быть, что до Нового Года, раз уж у нас есть такие хорошие ракеты, и раз уж ПВО России ни хрена не работает, мы еще и... Правда? В общем, Последняя новость, тоже как бы отчасти про яйца. Продолжается сериал в России не «Слово пацана», а «Слово чушпана». Вот про это, кстати, это называется сериал «Слово чушпана». Только что придумал на ходу, честное слово. Сериал «Слово чушпана» – это когда один за другим извиняются перед непонятно кем, перед российским народом участники голой вечеринки Ивлеевой. Напоминаю предысторию. Хотя вы, наверное, уже всем проружжали уши, бредовые абсолютно этой новостью. И сама по себе эта голая вечеринка не заслужила бы внимания. Там вся Москва – это голая вечеринка, по сути. Вот вся, сколько там, 15 миллионов голой вечеринки. Люди с голыми жопами танцуют и кричат «Мы – великая держава». Но они решили внутри этой огромной голой вечеринки устроить свою маленькую. Ивлеева, бывшая ведущая, или нынешняя ведущая, хрен ее знает, передачи «Орел и орешка» устроила голую вечеринку, все были почти голые. И там были типа «все звезды», как их там называют. Значит, и все они стали извиняться. И вот апофеозом было казалось, что то, что извинилась сама Ивлеева. И то, что Киркоров облизывал, значит, Пескову, чтобы просить вымолить прощение и все такое. Но нет, все у них поперло дальше. Сегодня, значит, извинился Дима Билан. Страшно подумать. Дима Билан, чемпион Евровидения, извинился перед русским народом за то, что, значит, тряс мудями на этом. Тряси арбузами, танцуй, как Бузова, мероприятие Евровидения. Вот, Дима Билан извинился. Видимо, понимаете, я думаю, как тут, ладно, я вам скажу, что потом стоит. Нет, не скажу. В общем, я думаю, секрет в том, что вдруг российская власть наехала на этих участников вечеринки. Потому что Лолита Милявская, бывшая, помните, да, которая это... Как она там пела-то? Москва, Москва, вот это, да. Значит, Лолита Милявская, она объяснила, что уже угрожают концертным площадкам за то, что проводят ее концерты. То есть ее заканцелили в России за то, что она была на голой вечеринке. Вот. Значит, их там всех сейчас похоже. Вот это дело под нож пустили за эту историю. Они показали яйца, а это нельзя. То есть, получается, эти люди показали, что у них есть яйца, а у народа нет яйца. Правильно? У народа же нет яйца. А у этих, у Киркорова, получается, есть, у Билана есть. У Милявской, видимо, тоже есть. Так вот. В общем, Билан извинился, а потом вышел Киркоров снова извиняться. Причем он же уже один раз извинялся, он решил, что лучше два раз извиниться, чем ноль раз извиниться. И он сказал, что, вот у меня тут два, две вещи прикололи меня в извинениях самого Киркорова. Пункт первый. Он сказал, ну вы сами знаете, что произошла одна небезызвестная история. То есть, он не стал говорить, что небезызвестная история. И тут умилило, что в России все становится известные события, небезызвестные истории. Известные события – это война, чтобы вы понимали. Они, когда пишут в новостях, даже всякие журналы типа Форбс, Россия и так далее, после известных событий на Россию были наложены санкции. В связи с известными событиями российские команды не участвуют в Лиге Чемпионов. Вот у них всегда известные события. Потому что у них запрещено говорить слово «война». А теперь, видимо, запрещено говорить слово «яйца», поэтому они говорят небезызвестная история. Это вообще новый, прям новый русский язык изобретен. Значит, как это? В связи с тем, что я вам сейчас буду извиняться за одну небезызвестную историю, в связи с тем, что она произошла во время известных событий. До известных событий такие небезызвестные истории у нас происходили каждый день, и все было нормально. Но сейчас, конечно, во время известных событий небезызвестная история совершенно не допустима. Так вот, это первая фраза. А вторая фраза, он сказал следующее. Киркоров говорит «я вошел не в ту дверь». Дословно, я вошел не в ту дверь. Вот у меня здесь напрашивается сразу такая гомофобская шуточка, особенно после откровений Панина у Ксении Собчак по поводу Киркорова. Но я ее шутить не буду, потому что она гомофобская. Поэтому лучше я спою вам любимую песню своего детства. «И стало страшно мне теперь, Что я не ту открыл бы дверь, Не той бы улицей прошел, Тебя б не встретил, не нашел». Вы смотрели «Шетельман» за сегодня от 26 декабря. Проходите завтра. Редактор субтитров А.Семкин